Привет, друзья! В этом ролике попрощаемся с зеркалками, заменим ретушёров на нейросети и узнаем о том, как NFT спасёт фотографов. Под конец текущего года появилось желание немного заглянуть в будущее индустрии фотографии и рассказать о некоторых трендах, которые, очевидно, уже сейчас, и они будут усиливаться с каждым последующим годом. Пророчество «Дело неблагодарное» — это лишь моя субъективная точка зрения на меняющиеся процессы. Зеркалки в прошлом. Хочется кому-то или нет, зеркальный фотоаппарат уходит в прошлое. Canon уже заявила о переходе в беззеркальную эру, ходят слухи вокруг Nikon, а Sony зеркалки в принципе не упускает. Не буду говорить о недостатках и достоинствах одной системы и другой, чтобы ненароком не устроить в комментариях «Ливар», скажу лишь, что основной причиной завершения производства зеркалок является дороговизна процесса изготовления. И, как правило, затраты и связаны с производством механики и системы зеркал. Беззеркалки в этом смысле собирать гораздо проще. Год назад, когда я выбирал, на что мне перейти, снова взять зеркалку или беззеркалку, выбрал второе. Удивительно, но зеркалка была дороже. Притом у нее не было тех преимуществ, которыми обладала беззеркалка Nikon Z6 II, вроде стабилизации матрицы, 4K60 и фокусных точек по всему полю кадра. Зная, что ценовая политика не формируется бездумно, маркетологи как бы невзначай подталкивают пользователей к скорой смене платформы конкурентной ценой. Учитывая, что производство зеркальных систем медленно, но верно сворачивается, все это ведет к повышению цен на ремонт и восстановление. То есть, по давляющему числу фотографов, рано или поздно придется перейти на беззеркалки. Благо, фотокомпании позаботились о пользователях и, например, сделали переходники для плавного перехода со старых объективов на новый бейонет. Что будет с компактными устройствами? В одном своем видео Михаил Топтыгин рассказывал о том, что в компактных камерах скоро появится слот для сим-карты и фотоаппараты превратятся в такое мультимедийное устройство с возможностью звонков и выхода в интернет. Как мне кажется, процесс идет скорее наоборот. Смартфоны становятся не столько звонилкой, сколько этим самым мультимедийным устройством, позволяющим записывать видео и делать неплохие фото, ничем не уступающие зеркалкам начального уровня. Понятно, что толщина корпуса и особенности оптики не позволяют поставить большую матрицу и отличное стекло, но технологии здесь развиваются по пути машинного обучения и обработки нейросетями. Например, я снимаю на смартфон Pixel 6a от Google, где установлен очень старый фотодатчик от Sony, кажется ему 3 или 4 года, но алгоритмы вытягивают изображение так, что порой сложно поверить в шикарный итог. Делаю кадр, физически вижу, как кадр обрабатывает отдельный процессор и тут же выдается результат. Тут недавно известный техноблогер Маркес Браунли проводил слепой тест камер смартфонов 2022 года. Так вот, Pixel 6a обошел конкурентов, в том числе и последней версии айфонов. И все это, повторюсь, со своим древним датчиком и ценой в 450 долларов. Это лучший пример, как алгоритмы перехватывают инициативу у железа. Производители уже сражаются не в области матриц и фотомодулей, а в области обработки самого изображения. Если же мы говорим про видео, то поддержка 4К, оптическая и цифровая стабилизация, макро или портретный объектив – все это уже реальность. Что будет дальше и представить трудно, а здесь еще и Xiaomi выкатывает свой концепт гибрида смартфона и фотоаппарата со сменной оптикой и приятной картинкой на выходе. Понятно, что такие устройства вряд ли будут пользоваться в профессиональном сегменте, но как замена компактных камер для любителей и энтузиастов – вполне себе. Зачем мне тратить деньги на разные устройства, если я все это могу совместить в одном? Возможно, кто-то из вас не знает, но доля всего интернет-трафика на 70% сегодня состоит из просмотра контента на смартфонах. Оставшуюся долю занимают компьютеры и планшеты. Только вдумайтесь в эти цифры, когда снова будете рассуждать о первичной важности резких снимков, больших разрешений и важности правильного цвета. Отдельное направление в кавычках – это блогерские камеры, которые являются компактными устройствами для фото и видео. На камерах установлен популярный байонет, характерный для старших собратьев, в итоге унифицируется парк оптики. Уже нет разделения на стекло для крупных камер или полнокадровых, как это было еще недавно. Мы просто получаем единую линейку оптики, фокусное расстояние которой можно и нужно пересчитывать, если мы ставим стекло, например, на кроп. Как мне кажется, почти все крупные производители сейчас позиционируют устройства с крупной матрицей для продвинутых любителей и блогеров, как универсальное устройство на каждый день. Надо – можно сделать фото. Когда нужно – легко снять видео. Хочется – вот тебе камера для влога или стрима. И все это при цене до 1000 долларов. В итоге мы получаем три типа устройств, которые будут активно развиваться и продаваться в ближайшие годы. Опять же, на мой взгляд. Это смартфоны, вынужденные делать упор на развитие и обработку нейросетями. Универсальные консюмерские устройства для контента. И профессиональный сегмент, занятый беззеркальными системами. И вот здесь мы плавно переходим к алгоритмам обработки. Если раньше обработка была полноценной составляющей и нужно было после фотосессии сидеть, ретушировать часами и днями, уже сейчас появляются алгоритмы быстрой обработки буквально в один клик. Я даже не про разработки от Adobe говорю, а вы все знаете о плагинах ретуши, где есть чистка кожи, частотка Dodge & Burn. И все это происходит за несколько секунд. Про удаление объектов, покрас, чистку фона, копирование оттенков и цвета с другой фотографией, наверное, говорить не стоит. Все это есть уже сейчас. На недавней конференции Adobe показывали примеры нейросети Stable Diffusion, когда необходимо было добавить предмет на воде, заменить растение в горшке или завершить фотографию, когда у нас был лишний большой кусочек кадра. Если бы это редактировал человек, то понадобилось бы много времени. Нейросеть все это делает мгновенно, причем это рабочая штука. Уже сейчас любой пользователь фотошопа может купить плагин за 89 долларов и развлекаться сколько душе угодно. То есть, как минимум, от проблем с внешностью, цветом в кадре, чисткой от лишних объектов в кадре нейросети нас гарантированно освободят. Но исключительно для снимков, где есть довольно простые и понятные съемочные условия. В предметной фотографии, например, уже есть решение, которое позволяет буквально в один клик заменить фон, улучшить вид товара. Единственное, что нужно делать в этой цепочке человеку, это просто один раз корректно поставить цвет. То есть, бизнесу уже не нужно тратить бюджет на специалиста со стороны, все можно сделать самим. В портретном жанре сейчас активно внедряют улучшайзеры внешности. Уже есть пример и в Lightroom, и в Photoshop. Существует огромное количество приложений на мобильных устройствах. Не нужно страдать с ретушью, просто выбираем тип макияжа, и он тут же применяется для нашей работы. Людям банально приятнее видеть себя привлекательными, чем они являются на самом деле. Эта штука отлично тешит самолюбие клиентов. Однажды я наткнулся на профиль одного местного фотографа, который фотографировал тех же моделей, что и я. Смотрю на фото, думаю, в кадре знакомые люди. Но у них была настолько идеальная внешность, которую порой просто невозможно сделать с помощью макияжа или частотки в Photoshop. Разгадка оказалась простой. Фотограф просто пропускал обработанные снимки через приложение Beautyficator, где на выходе модели были словно с обложки голливудского журнала. Читерство ли это? Конечно, да. Но здесь и клиент доволен, и фотограф доволен. Правда, в моральном и психологическом аспекте мне судить очень сложно. Но пока качество такой автоматической обработки упирается в условия создания кадра. Чем лучше будут эти условия, чем лучше будет свет, тем проще с кадром будет справиться нейросети. А вот если условия сложные, есть какая-то особая идея, особая схема света, то нейросети никогда не поймут, какой свет или цвет вы хотели видеть на вашем изображении. Может быть, вы хотели получить какой-то специфический оттенок или уменьшить значение экспозиции на этапе обработки. В таких условиях, конечно, без индивидуальной работы обойтись будет нельзя. Поэтому, если мне нужно, например, сделать стекинг или удалить пыль, я это все доверю алгоритму. А если мне нужно будет получить какой-то конкретный цвет или эффект, я все это буду делать сам. К чему все это может привести? Если раньше фотографы часто соревновались даже не в том, кто лучше снимает, а в том, кто лучше обрабатывает, нейросети эти шансы уравняют и значительно упростят и ускорят обработку. А значит, самообработка не будет иметь важной роли. Например, если я делаю большую трехчасовую студийную съемку, где в кадре большая группа людей. Значит, мне нужен большой запас времени, чтобы привести фотографии в нормальный вид. Даже если все будет идеально снято, будет идеальный свет, но у одного участника на коже будет воспаление, мне все равно придется вручную удалять это воспаление на десятках, а то и на сотнях снимков. Сколько на эту элементарную работу мне понадобится времени и представить страшно. В ближайшем будущем, да и в настоящем, я все это могу поручить нейросети, которая обработает все то же самое, но в сто раз быстрее. В итоге фотографы действительно будут конкурировать уже не в скорости и качестве обработки, а в креативности идеи, общем подходе, отношению к процессу, коммуникабельности и так далее. А вот что будет со стоимостью работ, здесь все сложнее. Сейчас в цену работы закладывается и время, потраченное на ретушь. Когда все поймут, что из рабочего времени фотографа можно удалить обработку, ценообразование будет формироваться совсем иначе. Как именно, сказать пока сложно. Для творческой фотографии все упростится и многие технологии станут доступнее для широкой массы мастеров и те, кто смогут воспользоваться потенциалом и будут снимать сливки. Нейросети подарят, собственно, генератор СЭН и материалов, которые мы можем использовать для сложной работы с композингом. Вот хочу я поместить свою модель в пустыне Аракиса. Мне нужно сделать лишь несколько кадров на песчаном пляже, а все остальное удалит и подрисует нейросеть без сложной предварительной работы в 3D-редакторах, которые, например, сегодня еще нужно изучить. Но опять же, сложные идеи фотографии всегда требуют неординарного подхода, который еще нужно разработать. Как мы понимаем, этим будет заниматься лишь малая часть фотографов из-за многослойности процесса, то есть на первый план выйдет работа с одеждой, образом, светом, концепцией и идеей. То есть значительная часть работы все равно будет выполняться человеком, но нейросеть станет помощником, расширяющим творческие возможности. В этом году все шокированы возможностью нейронных сетей вроде Миджорни, понимая, что чувствуют художники-иллюстраторы, но это только начало. Это технология, которая действительно изменит все. И вот здесь у творцов появляются закономерные вопросы. Если нейросети сейчас воссоздают все, то как понять, где реальное изображение, а где либо смонтированное, либо полностью нарисованное нейросетью? Тот же Adobe уже предложил технологию, которую внедрили в последних версиях пакета. Редактор позволяет создать уникальную цифровую NFT-подпись, которую технически невозможно поделать. А это значит, что любая фотография, обработанная в фотошопе, будет защищена от копирования и недобросовестного использования. Каждая картинка будет содержать информацию создателей, независимо от того, нейросеть это или человек. Уже сейчас крупные NFT-маркетплейсы в ней дают алгоритмы проверки уникальности и авторства. Поэтому сгенерировать гигабайты контента с помощью нейросетей и попытаться продать их не получится. Потому что без системы контроля уникальности все маркетплейсы и галереи потеряют смысл. Любой создатель контента со временем будет вынужден подтверждать уникальность собственного произведения. Уже сейчас есть новости, что художники в знак протеста удаляют собственной галереи сервисов Из-за засилия сгенерированного арта, часто получающего высокий зрительский интерес, конечно, с этим нужно будет что-то делать. Мир изображений будет, да и уже сейчас, поделен на сегмент сгенерированных картинок, реальных картинок и такого мигса реальности и генератора. И, конечно, авторский уникальный контент, на мой взгляд, будет цениться дороже. Но будет цениться именно теми людьми, которые и будут дорожить уникальностью. Есть деньги и желание получить настоящий, теплый и душевный продукт, созданный человеком, платим. А если денег мало, то машинное обучение и нейронные сети будут генерировать для меня нечто, чем я и буду активно пользоваться. Но говорить о неком авторском стиле или почерке здесь уже не придется. Тот же Adobe активно внедряет функцию анализирующую следы монтажа. Если снимок будет искусственно создан из разных кусочков изображений, потенциальный покупатель об этом узнает. В мире, где фейки заполняют все, что только можно, это будет супер актуально. Сфабриковать изображение будет легче, но и будет легче доказать, что оно смонтировано или украдено. Возникает важный вопрос. В мире, где какие-то важные сюжеты может сгенерировать нейросеть, нужен ли вообще фотограф? Алгоритм может просканировать тысячи изображений и воссоздать собственное уникальное. Зачем мне покупать на стоках, например, изображение заката в горах, если я просто могу сгенерировать десятки уникальных картинок с помощью нейросети? Или мне нужна фотография Красной площади? Нейросеть сделает мне все так, что не подкопаешься к уникальности. Так что у стокеров, снимающих незателевые сюжеты, на горизонте виднеется конкурент в виде робота, генерирующего уникальные картинки, причем в промышленных масштабах. Единственное, что изображение придется рано или поздно маркировать как уникальные, но созданные роботом, но со временем по технологии подведут и правовую базу, чтобы не было проблем с правами, и изображение не могло вести зрителей в заблуждение. Если нужны люди в кадре, думаю, недалек тот день, который позволит и режиссировать полноценные сцены с участием фотореалистичных болванчиков, от которых не нужен релиз на использование их внешности. Уже сейчас существует генератор внешности, который невозможно отличить от настоящего человека. Конечно, все это перетрясет рынок стоковой фотографии, а вот к позитивным изменениям это приведет или к негативным, сказать пока сложно. Вот такой мой авторский субъективный взгляд на процессы фотографии и обработки. Скажу лишь, что развитие идет по пути прощения и автоматизации процессов. Для кого-то будущее это возможность потерять работу, для кого-то это попытка приручить новейшие технологии, использовать их в своем уникальном творчестве и авторском видении. Главное не стоять на месте и не отталкивать от себя прогресс, чтобы в один момент не оказаться на обочине. Если у вас есть собственные прогнозы по поводу будущих процессов фотографии и обработки, делитесь мыслями в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, желаю хорошего дня и увидимся в следующих видео.